Я не Наташа! Что за Наташа? Где мы тут Наташу нашли? Макс, не смешно. Мне такой кошмар снился. Мне реально во сне снилось, что я беременная, но при этом мы не понимали откуда. Мы так с мамой смотрим. Ну, появился живот и появился. А потом в момент, когда нужно рожать, он куда-то пропал. А пару дней назад мне снилось, короче, что я вот в этой квартире. Окно. Я подхожу ночью к окну, у меня горит свет. И шторы открыты. Я вижу, на меня идут какие-то зомби. Стая вот так. Несколько штук. Какие-то люди, но ненормальные зомби. Я быстро начинаю эту штору вот так опускать. Быстро выключаю свет, ложусь в кровать. А я знала, что эти зомби, они охотятся по ночам за техникой. То есть они заходят в квартиру и выносят из квартиры все. Там компьютеры, ноутбуки и так далее. А у меня у кровати часто лежит ноутбук, там планшет, наушники. Заходит один зомби ко мне в квартиру, подходит к кровати. И начинает у меня мой ноутбук забирать. Я хряся так за руку. Он убежал. Но я очень испугалась. Я начала в этот момент звонить, якобы, придите, спустите, помогите. И я слышу, что идет второй на подходе. Я этот ноутбук прячу под кровать. Ну, под матрас, знаете. И думаю, так, если он придет и увидит, что у меня ничего нет, он уйдет? Лиза кепка вентилятором. Я не знаю, почему мне такой сам приснился. Наверное, да что мне рука чешется. Просто нам рассказывали, что ходят тут по квартирам ночью, вскрывают их. Поэтому мне так... Может, мне поэтому приснился такой бред. Но зомби это сильно. Ну, какие-то такие мистические существа. Вроде бы человек, но при этом не человек. Сергей, какой вещи сон? У меня, знаете, сколько техники в квартире. Не нужны мне такой вещи сон. Икс, у меня замок не сломан. У меня замок просто плохо, сложно закрывается. Да, в такие моменты правда. Хочется сказать, Христос воскрес. Блин, ну очень сладкий виноград. У него как будто прям сахар так. Шприц он. Да, Макс, под матрасом у меня хранится. Спасибо, Сергей. Хорошо, Икс. Хорошо, Икс. Смотрите, какие там косточки. Винограда нельзя переесть. Там нет слюней. Это вода от винограда. Это не слюни. С Молдовым. Hi. Я не могу вам рассказать, что нового. Что-то нового. А что? Короче, мне вот эта штучка придет в начале октября. То, что я вам говорила, чтобы мы могли с вами в прямом эфире петь. Я буду подключать микрофон через руковую карту, через компьютер, через FL Studio. Буду накидывать на нее там ревер, пару эффектиков. Макс, обновила я это iOS 18, чтобы оно было здорово. На всех планшетах, телефонах, на часах. Вот лучше бы не обновляла. Не обновляйте, ребят. Они его выпустили, потому что новый iPhone выпустили. Но оно вообще такое сырое. Оно так плохо работает. Винчур, да потому что я за эти два дня уже намучилась с этим iOS 18. Они добавили нам кучу новых штук, которые вообще не работают. Вы видели там в настройках? Есть такая тема, как это называется, слежение, когда вы зрением... Вам настраивает телефон, вы настраиваете зрение, там по точкам так смотрите. И потом вы без рук, вот так глазами смотря, можете управлять своим телефоном. Оно видит, куда ваш глаз на какой оно направлено, на какую точку. Смотрит, что на этой точке. И вы можете вот так, если моргнете, кажется, то оно открывается или нажимается. Оно так плохо работает. Это просто кошмар. Я никогда в iPhone не видела ничего лаганутого такого. А тут увидела. Зачем это было выставлять и добавлять, если оно не работает? Также у меня на планшете, например, вот этот Apple Pencil я им пишу. Раньше все идеально работало, а теперь я пишу, но иногда как будто паста в ручке закончилась. Оно не прописывает, а потом там за пару миллисекунд появляется все, что я написала. Ну, лагает, короче. Потом интернет у меня почему-то перестал подключаться, там городской, хотя он всегда подключался.